В третьем мегаполисе Казахстана Курбан-Айт, как всегда, отмечает с размахом. После традиционного утреннего айт-намаза люди начали раздавать мясо жертвенных животных. В этот день в разных районах города также проводятся спортивные состязания, такие как архантарту, армрестлинг и другие. Во время Курбан-Айта принято делать добрые дела, помогать нуждающимся, а также приглашать в гости родных, близких и дарить подарки. Курбан-Айт – священный праздник. В этот день положено помогать нуждающимся, делать жертвоприношение и праздновать. В шести утра в мечетях Шымкента особенно многолюдно. Верующие шымкенцы пришли прочитать айт-намаз. Аким города Мурат Айтенов поздравил шымкенцев с празднованием священного праздника Курбан-Айт. Курбан-Айт – светлый праздник, который символизирует такие ценности, как милосердие, доброта, единение и человечность. Духовные традиции празднования Курбан-Айта уходят в глубину истории и передаются из поколения в поколение. Мы встречаем его с открытым сердцем и чистыми помыслами. Пусть праздник наполнит нас радостью и умиротворением, прибавит сил и принесет успех в благих начинаниях. Перед молитвой имамы разъясняют о священном празднике. По их словам, во время Курбан-Айта нужно говорить своим близким, людям приятные слова, дарить подарки и радовать их. Курбан-Байрам длится три дня, в которые мусульмане должны совершить как можно больше добрых дел, навещать родных и близких, дарить подарки, раздавать милостыню и оказывать помощь малоимущим. Праздничный намаз продолжился спортивными состязаниями. Все желающие смогли принять участие в перетягивании каната и армрестлинга. Победители и призеры были награждены медалями, грамотами и различными подарками. Поздравляю вас со священным праздником Курбан-Айт. Пусть все ваши молитвы, прочитанные сегодня, будут услышаны, пусть ваши пожертвования будут приняты. Праздник проходит на высоком уровне. Такие мероприятия положительно влияют на молодежь. Они учатся уважать старших, быть добрыми, а самое главное – вести здоровый образ жизни. Для жителей города в населенном пункте Бозаро установлены специальные площадки для забоя скота, отвечающие санитарным требованиям. К слову, проводить обряд жертвоприношения возле дома или многоэтажных домов строго запрещено. Нарушителей закона ждет административное наказание. Ажнарапова, Нурлбек Асхаруло, Новости.